МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это российский политэмигрант, верная дочь ингушского народа, а ныне американский политик Малка Шахар. Здравствуйте, Малка. Здравствуйте. Малка, у меня к вам вопрос как к американскому политику, как к человеку, который неоднократно давал консультации президенту США Дональду Трампу. Скажите, вот как в Белом доме реагируют на агрессивную риторику и политику Кремля? С настороженностью. Что это значит? Что значит, что очень внимательно рассматривают, и давно, я думаю, что это связано не только с периодом правления Трампа, а и ранее Путин и его администрация вызывали много вопросов у американских политиков. А тогда вопрос такой. А вообще в Белом доме понимают, что в лице вот нынешней кремлевской верхушки они имеют дело с бандитами? Ну, реально, бандиты вышли из 90-х. Понимают. Хорошо, а тогда вопрос такой. С личностями мы разобрались. А вот скажите, вот то, что мы наблюдаем сейчас. Это пожары в Сибири, которые по своей территории, например, это территория из штатов Техаса и Аризона вместе взятые. Это вот я просто масштабы вам описываю. Это катастрофа в Белом море на полигоне Ненокса, когда пошла волна радиации. Мы совершенно открытых источников видим, что воздушные потоки пошли в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и стран Балтии. И далее восточной Европе. Вообще, в Белом доме понимают опасность разрушения российской инфраструктуры и потенциальных техногенных катастроф? Это же могут быть проблемы всепланетного масштаба. Понимают, да, и наблюдают за ситуацией, и влияют на эту ситуацию. Но громко сказано, что я консультирую Трампа. Я могу только влиять, как гражданка США и политически активная жительница и полноправная гражданка США. Я могу только влиять, в том числе и на президента США. Но то, что полностью находится ситуация в мире, а тем более с Россией, под контролем президента, это, наверное, заблуждение. Мы живем в стране, в которой каждый человек чувствует свою ответственность и старается в этом принять какую-то посильную, я не знаю, активность, помощь в нашей бывшей стране, где у нас живут родные. И, безусловно, мы не безразличны. Нам не безразлична судьба России. Говорить за Трампа и за администрацию Белого дома, но это было бы слишком смело с моей стороны, поэтому я могу проанализировать ситуацию, видя ее моими глазами. И могу донести до зрителей, радиослушателей. Тем более мы говорим об американской аудитории. Американская аудитория, я надеюсь, меня в этом поддержит. Хотя мне хотелось бы видеть наших бывших соотечественников, ныне моих сограждан, граждан США, русскоговорящих, более активными. И у нас есть такая возможность. И я считаю, что это крайне важно, чтобы мы участвовали в политике и влияли. К тому же мы видим, что Россия представляет реальную угрозу миру. И у нас есть знание, понимание и возможность это поменять. Тогда такой вопрос. Вот как известно, я точную дату не помню, но приблизительно в феврале Дональд Трамп дал поручение финансовой разведке США предоставить данные о финансовых транзакциях Путина и его ближайшего окружения. На исполнение этого поручения было дано 180 дней. Они истекли. Вроде бы чисто внешне никакой реакции. Почему? Вы понимаете, Юрий, Америка устроена таким образом, что система противовесов... То есть у нас три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная власть. Трамп как президент не выносил этого решения. Это было принято на законодательном уровне, но Трамп потом утверждает инициативы законодателей и должен их привести в действие как исполнительная власть, как руководитель исполнительной власти. С этим работают, да, с этим работают. И работают давно и внимательно, потому что слишком много Путин тратит денег, российских налогоплательщиков, на укрепление и влияние его аппарата, я не знаю, преступной власти на влияние в мире. Поэтому эти финансы и те, которые направлены на не совсем благие дела, под контролем. И вы понимаете, просто у Трампа и у американцев немножко другая методика, другие методы работы с мировой общественностью. Никто не кричит, никто не показывает, извините за не совсем эфирное выражение, понты дешевые. Просто тихо делают свое дело, понимаете. Но то, что это серьезно сдерживает Путина, этот контроль, это совершенно точно. И я думаю, что Трамп первый американский президент, который всерьез за этим наблюдает. Если это так, тогда вопрос. Как администрация Трампа реагирует на почти откровенный подкуп Кремлем ряда политиков? Ну вот совсем недавно мне стала известна такая вопиющая вещь, когда в российском посольстве там было устроено какое-то пати для молодых русскоязычных американцев. Там им чуть ли не дорогу оплачивали. Если бы, вот я вам могу сказать, вот если бы такое произошло бы в России, уже бы такой вопль поднялся, что это нежелательная организация, что это иностранный агент. Вот я недавно рассказывал, и вот сейчас стало известно о том, что против российского правозащитника Льва Александровича Пономарева его оштрафовали только за то, что он не указал в одной своей публикации, что он является иностранным агентом. Но фактически на территории суверенного государства Соединенных Штатов идет почти откровенный подкуп политики. В Белом доме это понимает или нет? Юрий, вы понимаете, мы должны изначально посмотреть немножко под другим углом. Трамп, президент, которого выбрала Америка на 4 года. Вот в 2020 году эти 4 года истекают, то есть практически остался год. И возлагать надежды и требовать это от президента США, ну, неправильно. И я вас призываю и для себя выбрала такой путь, что вот мы с вами можем это поменять. И Чикагское радио, и наши радиослушатели, каждый может нести свою лепту, изменить это, требовать от Трампа. И у него другие функции. Вы понимаете, мы избрали президента, и он это провозгласил. Америка first. У нас очень много своих проблем, очень важных проблем, которые нужно сегодня решать. Трамп этим занимается. И перекладывать на его плечи еще и Россию неправильно. Давайте мы с вами это будем делать. Давайте мы будем сдерживать Путина. Давайте мы будем контролировать. Давайте мы будем за этим наблюдать. Давайте мы будем это менять. И начнем с того, что мы расскажем об этом людям. Потому что об этом никто не рассказывает. Это все заметается, как Путин сказал, под ковер. Но на самом деле проблема существует. И это нужно обсуждать. Но требовать от Трампа я бы не стала. И говорить, почему Белый дом этого не делает. Белый дом не обязан это делать. Это обязаны делать мы с вами. Понимаете? Хорошо. Окей. Окей. Я тогда задаю вопрос. А американское общество? Оно вообще в курсе? Вот Конгресс, Сенат, Верховный суд США, ФБР, Агентство национальной безопасности, ЦРУ. Они вообще в курсе, что происходит? Они в курсе. Но они не знают деталей. Они не знают, не посвящены в очень многие вещи. И есть рутина, есть бюрократическая машина, очень медленная. Так как сказал Трамп, мы превратились в болото нашей политики. Вы сказали о российском посольстве, консульстве, то, что происходит в Америке. Но мы начнем с того, что Америка не полицейское государство. И те методы работы, пропаганды, сдерживания, укрепления вертикали здесь не работают. Здесь работают совершенно другие принципы, другие механизмы. И до тех пор, пока не произошло что-то опасное и противозаконное, это все допустимо. У нас свободная страна. Америка свободная страна. Люди могут собираться. Но вопрос на самом деле очень тревожный, очень печальный. Потому что Россия уже ведет на протяжении нескольких лет очень агрессивную политику. И вербует американскую русскоязычную молодежь, о чем наши люди не знают. Не знают. И ломают нашим молодым людям карьеру, ломают жизнь. Потому что они выбирают тех, кто учится в успешных, в хороших высших учебных заведениях. У кого впереди государственная карьера или карьера в очень стратегически важных IT-компаниях, научных исследованиях. И тем самым просто этим молодым людям, которые случайно попадают на подобные мероприятия, Россия закрывает дорогу, закрывает будущее. Поэтому я призываю наших русскоязычных родителей внимательно следить за тем и поддаваться на этот соблазн, на какие-то минимальные подачки, как поездка в Россию или еще какие-то мероприятия. Потому что свозили, да, свозили группу молодых людей. И потом они попали под пристальное наблюдение. То есть они нашим молодым людям сломали жизнь. Я не побоюсь этого слова. Но чтобы предотвратить это и запретить это, у нас так не работает. Американская система так не работает. Это зона нашей личной ответственности. То есть мы должны вдумчиво подходить ко всем играм. Что делает Путин в Америке? Вы задали вопрос, почему дети чиновников, дочь Лаврова здесь. Но для нас, для американцев, это страховой полис. Дочь Лаврова на Стейт-Найленде, она недавно купила дом. Это гарантия того, что Лавров сделает все, чтобы не летели ракеты. Те, которые даже не взлетают. Чтобы они не были направлены на Соединенные Штаты. Сын Медведева здесь в Америке, конечно, он не захочет, чтобы Америку бомбили. Понимаете? Для нас это защита. Дети чиновников. Тогда вопрос такой. Но вот отдают ли себе вот американцы, администрация Трампа, Конгресс, Сенат, они отдают себе отчет, что Америка на сегодняшний день вчистую проигрывает информационную войну Кремлю. Там понимают, что информационная война это похуже, чем холодная война. Понимают, понимают. Но, опять же, наше общество, американское общество, устроено немножко по-другому. Если у президента России Путина все в руках, все средства массовой информации в руках, они ему подконтрольны, то Трампа поргут на куски, если узнают, что он использовал секунду эфирного времени в своих интересах. У президента США нет своих средств массовой информации. У него есть только пресс-секретарь, который рассказывает и вещает, отвечает на вопросы журналистов. Своих средств массовой информации у президента США нет, не было и не будет. Это запрещено законом, потому что в свое рабочее время он должен заниматься своей работой, а не пропагандой и не укреплением своей власти и не подготовкой к следующей избирательной кампании. Когда-то Трамп снял телефон в самолете и обсудил какой-то вопрос, связанный с его избирательной кампанией. Это ему стоило большой нервотрепки. У нас нет у президента средств массовой информации. Хорошо. Я тогда переверну вопрос и поставлю его по-другому. Гугл – американская кампания, а Ютуб – это подразделение Гугла. Так, извините меня, как же тогда американцы смотрят на то, что на российский офис Ютуба идет абсолютно откровенное давление ФСБ, пригожинских троллей и уже сейчас каждый день появляются многочисленные доказательства этого давления, многочисленные доказательства того, что это просто обвинение, что российский Ютуб работает нечестно. Когда идет давление на поисковую систему Гугл. Рост с взором. Американское правительство смотрит ровно так же, как наезды на вас лично, Юрий, вот к примеру. Это ваше частное дело. Вы ведете свой Ютуб-канал, вы открываете свою поисковую систему. Все, что вы перечислили, принадлежит частным компаниям. Это никакого отношения к правительству не имеет. Мы можем с тревогой это наблюдать, мы можем законодательно инициировать какие-то акты, мы можем как-то наблюдать за этим, но влиять. И это не входит в зону ответственности Белого дома и правительства США. Это частное. Открывайте свое альтернативное. Пожалуйста, это должно волновать вообще россиян, а не американцев. Понимаете? У нас нет задачи пропагандировать и что-то навязывать миру. Все, что делает Америка, это тяжело работает. Когда я приехала в США, я даже не представляла, насколько тяжело люди трудятся. Россиянам, я думаю, что и в Ингушетии, наверное, непонятно, как можно прожить всю жизнь и не иметь отпуска. Но учителя имеют отпуск продолжительностью месяц. Здесь в лучшем случае в Америке человек имеет неделю отдыха зимой на Christmas и неделю отдыха летом. Как правило, каждый человек работает очень много часов, мало спит. Вот жизнь у американцев. Понимаете, никто не доказывает ничего миру, никто не пропагандирует и не навязывает свой образ жизни. Другая вообще жизнь и другие цели, другие задачи. У американцев нет задачи утвердить Google. Вы потребитель, вам нравится этим пользоваться. У нас есть вопросы, и у Конгресса есть вопросы. И недавно мы разбирали это. Кто платит деньги, что происходит. Есть подтасовка, есть заказ политический. И на Фейсбуке, вы знаете, Цукерберг сидел и отвечал в Конгрессе на вопросы. И это все еще только ровно там, где нарушается первая поправка Конституции США о свободе слова и о доступе, о равноценном, равноправном доступе людей к информации. Понимаете? Вот только в этом аспекте мы рассматриваем влияние, пропаганда закончилось. У нас нет холодной войны с Россией, той холодной войны. У нас есть вопросы. У нас, как у общества, есть вопросы к радио Свободы, Голосу Америки. Потому что, к сожалению, то, что мы наблюдаем, они попали под контроль Путина. И он влияет, он покупает. Нам не нравится антиамериканская риторика на Голосе Америки и радио Свободы. Нам не нравится ложь в отношении нашего президента Трампа. Откровенная ложь. Понимаете? У нас есть вопросы. Но эти вопросы мы можем задавать, потому что мы, американские налогоплательщики, содержим эти средства массовой информации. Понимаете? А то, что вы назвали YouTube, Google, Facebook, не финансируется нашими налогами? Но ведь именно Google и YouTube, они влияют на умы. Они влияют, да. Мы тоже можем влиять. И вы можете влиять. Я могу влиять. Давайте влиять. Но то, что Кремль мешает этому влиянию, это не настораживает американцев? Тут мало кто об этом знает. Я вам скажу честно. Если я выйду сейчас на улицу, я нахожусь во Флориде. И так до недавнего времени я жила в Нью-Йорке, в Бруклине. Мы это делали. Мы проводили подобные эксперименты. Я просто шла по улице и спрашивала, что вы думаете о Путине? Что вы думаете о России? Кроме улыбки и положительных отзывов, я не слышала ничего другого. Это очень показательно. То есть те средства массовой информации, которые вещают на Америку, они много лет создают имидж крутого парня, мачо, который держит весь мир Владимира Путина. И когда я говорю обратное, прямо противоположное, у всех это вызывает недоумение. То есть стереотип очень твердо сформирован в восприятии. А вообще американцы очень мало знают о России и о том, что там происходит. Когда я сегодня и вчера говорила с людьми на улице, что вы знаете, что в России надвигается революция, может быть, она уже началась. Никто об этом не знает. Малко, давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим наше общение, а наши зрители смогут задать вопросы. Итак, рекламная пауза. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся во второй сегмент программы Юрия Емельфарба «Свободное мнение». В этом сегменте, как обычно, Юрий соглашается ответить на ваши вопросы, выслушать ваше мнение, если оно короткое. И поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а пока народ собирается с мыслями. Юрий, прошу вас. Малко, у меня такой к вам вопрос. А в Соединенных Штатах знают о том беспределе, который творит сейчас УАЗ на родине в республике Ингушетия? Когда сейчас там людей забирают по надумным обвинениям, когда уже вот мы недавно освещали эту проблему, когда там начались бессудные казни, вот этот совершенно дикий случай с Павлом Загиловым, которого назначили террористом, его просто убили. Там вообще в Америке в курсе этого? В курсе, в том числе, и с моей подачи. Я информирую об этом. Понимаете, еще раз скажу, что у каждого свои функции. Вот кто должен знать об этом в Америке? С какой целью? У нас очень строго разделены ветви власти, и у каждого есть своя зона ответственности. Понимаете, то, что происходит в Ингушетии, должно в первую очередь интересовать и волновать Ингушетию. Я прошу прощения, я предлагаю принять первый звонок, если вы не возражаете. Давай. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам странным, что вот средства массовой информации в России и наши левые газеты и вообще все вот эти СМИ как-то совпадают с своей антитрамповской риторикой? Вот почему наши, вот вы сказали, что наши президенты не имеют влияния на средства массовой информации, а мне кажется, вот наша опама имела и еще какое имело влияние. И еще одно маленькое вот интересное, я хотел бы подчеркнуть. Вот все те люди, которые приезжают, приехали вот за последние 15 лет, каким-то образом они выступают против Крампа и поддерживают демократов. Почему вот это все происходит? Спасибо. Абсолютно верное замечание. Я очень тронута вашими аналитическими способностями, потому что мало кто это может заметить, и то, что вы это заметили, это совершенно точно. У нас работает, покрывает аудиторию телевизионную, русскоязычную, такой канал, RTVI. Если вы помните, директор этого RTVI Катерина Катрикадзе, и она первый человек, который атаковал Трампа. И абсолютно точно, политика Кремля, и мы знаем, что в Америке нет телевидения независимого от Путина, русскоязычного. То есть деньги Путина можно отследить, и понятно, что вкачивают, вливают эти деньги. Вы абсолютно правы. Путинские деньги работают против Трампа и на левых. Абсолютно правы в том, что Обама этим пользовался. И мы помним, как он сказал Медведеву, что передайте моему другу Владимиру, чтобы мне помогли избраться на новый срок, тогда мы будем решать вопросы. Трамп этим не занимается и не будет заниматься, потому что он совершенно другой президент. И вы совершенно верно заметили, что те, кто сегодня приезжают из России, оппозиционеры, у них сформировано негативное отношение к Трампу. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, это дело каждого, его аналитических способностей. Но то, что официально Кремль работает против Трампа, и это вы заметили совершенно верно. У меня лично возник конфликт с RTVI, с каналом русскоязычным вещающим на американскую аудиторию, на международную аудиторию. Кстати, этот канал запретили в Украине, но он вещает в Израиле, он вещает во многих других странах, по-моему, в 50 странах мира. И там огромное покрытие, и огромная антитрамповская сильная риторика. И это деньги Кремля. Мы это знаем. Мы это знаем. Этот канал принадлежал звезде. Когда-то Юра Табах подключился, и тоже был аналитиком на этой телевизионной станции. Но дело закончилось большим скандалом, потому что мы просто не могли терпеть откровенную ложь, нападки и антитрамповскую, антиамериканскую риторику на этом телевизионном канале. Но я надеюсь, я ответила на вопрос. Спасибо огромное. Давайте... Позвольте, я дополню, что беда вся в том, что мы сейчас пожинаем плоды почти 100-летнего владычества чекистов в России, когда людям ломали психику и воспитывали иждивенческое отношение. Это великолепно сказал Владимир Семенович Высоцкий в своей балладе «Солдаты группы Центр». Не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. И понимаете, люди приезжают. Я вот это и в Израиле наблюдаю. То есть люди приезжают, и человеку хочет все получить в разжеванном виде. Это на самом деле психология. То есть ему лень. Вот я на полном серьезе вам говорю. Человеку реально лень. Ну залезь ты в интернет, поищи, посмотри, сопоставь, сделай выводы. Нет, человек хочет получить в разжеванном виде пропаганду. Ведь я вот уже с профессиональной точки зрения говорю, что главное отличие пропаганды даже не то, что она воздействует на эмоции, в том, что она воздействует на чувства, а в том, что она преподносит готовые решения и отменяет необходимость делать выводы и думать самому. И вот людям, и это в России так, что людям проще ткнуть кнопку и смотреть телевизор и получать информацию в разжеванном виде, чем сопоставить грубо два, три, четыре ютуб-канала и попытаться самому сделать какие-то выводы. Это тоже очень серьезная проблема именно граждан из бывшего СССР. Спасибо, Юрий. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толя. Юрий из Массачусска. Могу задавать вопрос? Да-да, пожалуйста, задавайте. Вопрос такой, ну это понятно, я абсолютно поддерживаю Трампа во всех его начинаниях. Но есть вот недоуменные вопросы у меня. По поводу применения химического оружия России. После ноября, после августа, в ноябре должны быть последовать жесточайшие санкции против России. Поскольку за три месяца она ничего не сделала в оправдании применения своего химического оружия. И по американскому законодательству, что санкции должны были быть применены. Но, однако, их не применял Трамп 9 месяцев, пока ему об этом не настояли законодатели. И из всего конгломерата большого жестких санкций, он выбрал такие, на мой взгляд, не очень жесткие. Это первое. Второе. Где украинские моряки, о которых он просил Путин? Третьих. Северодвинск. Это взрыв. Четвертых. Окей. Юрий, я прошу прощения. Давайте мы разберемся хотя бы с первым, вторым и третьим. Ну, я суммирую вопрос нашего зрителя. Почему Белый дом не ужесточает санкции? Почему не применяет достаточно серьезные методы? Ну, например, как применил Рональд Рейган, обрушив цены на нефть, что в итоге и привело к распаду СССР? Можно я отвечу на это? Да, да, да. Вы знаете, немножко наблюдая и зная Трампа, я могу сказать, что человек всю свою жизнь пытался вести переговоры и договариваться. И он блестящий, гениальный переговорщик. И размахивать дубиной, кричать, орать, пугать кого-то – это не его метод и не метод Америки. Он пытается найти возможность решить эти вопросы. Там, где невозможно договориться, Трамп реагирует мгновенно. И вы знаете, после применения химического оружия Трамп отреагировал мгновенно. Единственное, что он сделал, он позвонил и сказал Путину «уводи своих людей, мы начинаем обстреливать, мы начинаем эти самолеты уничтожать». Мы знаем совершенно точно, что это химическое оружие применялось и разбрасывалось с русских, с российских самолетов. И эти самолеты были уничтожены. Несколько подобных операций провел Трамп. Он не ждал согласований с Конгрессом, так как обычно по процедуре делается и не связывался с НАТО. Алло, я прошу прощения, Малка. Тут были проблемы со связью. Поэтому Трамп реагирует и отреагирует, можете не сомневаться. Его реакция будет мгновенной. Но после того, как будут исчерпаны все возможные способы давления, то, что Америка давит на Россию, то, что Америка серьезно влияет на поведение России, и сегодняшний политический кризис, кризис власти и то, что Путин попал в Цуцванг, во многом пути решения этих вопросов американской администрации. И это знает каждый. Просто Трамп не кричит об этом на каждом углу. И на самом деле у нас, еще раз повторю, у нас очень много своих вопросов, своих проблем. А то, что касается России, то, что касается обсуждения и информирования американского общества и мирового сообщества о проблемах в России, это наша с вами зона ответственности. В продолжение этого вопроса, наши уважаемые зрители, а почему тогда Америка не настаивает на том, чтобы Грузию и Украину приняли в НАТО? Ну, потому что это есть протокол, есть определенные вопросы. Вообще, эксперт по НАТО у нас Гарри Юридабах, вы можете задать ему эти вопросы. Хорошо. Так как он рассказывает, что НАТО, собственно, подходило к своему логическому исчезновению. И сегодня Россия стимулировала, реанимировала НАТО. Понимаете, Америка не отвечает за действия НАТО. Безусловно, нас беспокоит Америку, беспокоит ситуация с Грузией, с Украиной, с моряками. Но вы же видите, как ведет себя Путин. Он ведет себя как беспредельщик, просто хулиган, с которым невозможно. Действительно, такое впечатление, что человек совершенно невменяемый, неадекватный и уже совершенно с расстроенной психикой. У него не сильно хорошо было и раньше с умственными и нравственными возможностями. Ну, а сейчас человек... Вообще, мы не знаем, существует ли Путин. Вообще, мы не знаем. Потому что общественность, мировая общественность проводила генетические экспертизы. Брали ДНК дочери, живущей в Голландии. И после того, со стаканчика главы государства России, анализ показал, что это совершенно чужие друг другу люди. Понимаете, почему нынешний глава государства России ходит со своим стаканчиком и заметает, собирают все свои потенциальные ткани, я не знаю, там, волосы, все, что может пойти на ДНК-тест. Мы вообще ничего не знаем, понимаете? Сплошное вранье, сплошная ложь. Что мы знаем совершенно точно, то, что у России, руководит Россией, захватила власть банда чекистов. Вот это мы знаем точно. Дорогие, Юрий, у нас все линии горят. Если вы позволите, давайте немножко разгрузим. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу вам сказать, что не только молодежь, но и люди, которые здесь по 40 лет живут, души в пути не мечают и любят его, и им нравится. И считают, что правильно он разгоняет дубинками и нагайками народа. И правильно, что он испытывает, и правильно, что он делает. Вот это я хочу сказать. Я удивляюсь, как они вам не звонят сейчас. Спасибо. Ну, еще не вечер. Спасибо вам большое. Ну, если позвольте, Малка, я очень коротко скажу. Ну, тем, кто говорит, что они это правильно сделают, я предлагаю приехать в Россию, ну, хотя бы на пару месяцев. Дальше я посмотрю, как эти люди побегут из России обратно в Америку, опережая собственный визг. Юрий, если вы позволите, я вам могу сказать такую вещь. Эти люди никогда в жизнь не поедут. Все, что они могут, на все, что они способны, максимум, это сидеть и из-под тяжка колоть всякого, который выступает против Путина. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Да. Говорите. Не могли бы вы мне сказать, какие, ну, что на английском языке транслируются про американские передачи и какие на английском языке против Америки. Спасибо. Ну, Rush Today она и на английском языке транслирует, насколько мне известно. Да. Ведомство Маргарит Симоньян, они на английском языке транслируют. На английском языке транслируют очень многие и наши американские телевизионные, и газеты, и американские политики действительно очень многие получали деньги путинские и не брезговали этим, тем более журналисты. У нас, я 15 лет живу в США, и я знаю, я могу ответственно сказать, даже русскоязычные журналисты считают высшим пилотажем получить путинские деньги. То есть они не понимают, что эти деньги токсичные, и что этот сыр находится в мышеловке. То есть мы, уехавшие из России, мы сегодня, я обвиняю наших русскоязычных журналистов, работающих в Америке, в сговоре с Путиным. Так не только журналисты, покупаются и блогеры, покупаются и каналы, которые ведут цену. Вот вам, пожалуйста. Анатолий Шарий, человек, у которого, я не помню, то ли полтора миллиона, то ли два миллиона подписчиков на сегодняшний день, он ведет откровенную пропутинскую и антиукраинскую риторику. Возьмите внутрироссийских журналистов, в частности, Юрий Хованский и Николай Соболев, которые точно так же они не брезгуют брать деньги и рекламировать того же Собянина. Каких много. Люди ведут себя по принципу, деньги не пахнут. Вы понимаете, в то время, когда Горбачев с Рейганом открыли границы и мир, дружба, жвачка, сегодняшние реалии, они не таковы. Я очень переживаю и очень хочу взаимодействия с Россией, и это крайне важно. Но не с Путиным, не с Кремлем. Все, кто сегодня работает с официальной властью российской, потворствуют преступному режиму и создает большую проблему для мира, для Америки и для России. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Знаете, я пару дней назад послушал интервью с этим. Алексей Бередников, главный редактор Эхо Москвы. Он показательный абсолютно наивным человеком. Он говорит о том, что Путин во все верит. Верит в то, что он является собирателем земли русских. Я удивлен просто ему. Либо он наивный человек, либо он жизни не знает. Так может верить по шуму, а теперь вербовщик. Кроме в то, что кто-то должен поверить в то, что он говорит. Мне совершенно не понравилось его интервью. Он сказал, что он разговаривал Путина в несколько раз. Это абсолютно, как он сказал, откровенный человек, который верит в то, что он делает. Спасибо. Спасибо большое. Прошу вас. Но что касается того, что Путин во все верит, я рекомендую нашим зрителям почитать статью Андрея Андреевича Пянковского на радио «Свобода», которая вышла вчера, 14 августа. И там он четко называет фамилию. Во-первых, даже если вот... Давайте примем все-таки, что Путин существует, что Путин – это Путин. Это Путинское политбюро. Это Андрей Андреевич Пянковский называет конкретные фамилии. Это Патрушев, Сечин, Ковальчук, Тимченко, Путин. Вот это пятерка. Второе. Не надо забывать про администрацию президента под руководством Кириенко и войно. Не надо про это тоже забывать. То есть, и вот когда говорят, это избитая фраза, это шлише, что единого Кремля нет, что есть башни Кремля – это чистая правда. А после того, как я увидела Алексея Венедиктова в рядах независимой прессы, которая собиралась в Нью-Йорке под патронажем Кремля и посла России в США, это было совершенно проплаченное мероприятие, и оно работало против Америки, против России. И Венедиктов представлял независимое средство массовой информации. Я не верю этому человеку. Я знаю, что он обслуживает интересы Кремля, и он взял на себя роль куклы, которая демонстрирует оппозиционные Кремлю взгляды. На самом деле, сегодня в России полностью отсутствует средство. Вот дождь немножко что-то там пытался делать, что закрыли, запретили. То есть, эхо Москвы содержится, вы знаете, на деньги Газпрома. Да. Как вы думаете, может ли быть Венедиктов независимым журналистом от Кремля? Конечно, нет. Конечно, нет. У него такая функция, поэтому наивно верить тому, что они демонстрируют. Вы понимаете, ведь это геббельсовская пропаганда. Дай совсем маленькую порцию правды, а остальное можешь людям загружать в голову. И Венедиктов пропагандист, кремлевский пропагандист. Я больше того вам скажу, вот вы, Малков, упомянули геббельсовскую пропаганду, так это же метод, изобретенный Геббельсом. 60 на 40. Дай 60% правды, но 40% от лжи, да и это очень эффективная дезинформация. Но это исторический факт, что в годы войны, Второй мировой войны, на территории Соединенного Королевства была радиостанция, и все думали, что она английская. Только после войны, благодаря тому, что в руках союзников оказались документы, все выяснили, что это на самом деле была геббельсовская пропаганда. Сейчас единственный источник более или менее объективной информации, это частные блогерские каналы на Ютубе, которые ведут журналисты сами, и существуют за счет этих средств. Вот и все. Так, ну у нас наше время в эфире, к сожалению, подходит к концу. Малка, я благодарю вас за интереснейшую беседу, за истинное удовольствие от общения с вами. Я надеюсь, вы еще будете гостей на нашем радио. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши замечательные вопросы. Спасибо вам, Анатолий, за вашу помощь. Но я, как всегда, напоминаю, дорогие зрители, выводы делать только вам. До встречи через две недели. Спасибо огромное, дорогие друзья. Спасибо, Юрий, спасибо, Малка. Будьте здоровы. Обязательно услышимся в следующий раз.